отказ от еды он работает двояко на организм человека и также на его психику с одной стороны отказ от еды он может быть как созидающий, исцеляющий, но в то же время он может быть и как деструктивный аспект в зависимости от вашего отношения к этому явлению ну и наверное многие слышали, что там при кораблекрушении люди попадали там в шлюпки оставались и там буквально через семь-восемь дней умирали от голода, от холода и кстати один человек решил опровергнуть это не высказывание, а событие то есть он сел в шлюпку, его там посредине океана высадили в этой шлюпке и он там, я не помню сколько он шлялся, но по этому океану болтался он очень долго без еды, без воды и абсолютно нормально он себя чувствовал то есть что получается то есть он был как бы под контролем, он знал, что его отслеживают, за ним следят, что с ним ничего не случится а те люди, которые попали в стрессовую ситуацию в связи с кораблекрушением, конечно у них был постоянный стресс и плюс когда еще нет еды и воды, и плюс вот этот стресс он начинает просто организм разрушать поэтому когда вы отказываетесь от еды или что-то делаете, старайтесь всегда все это делать в состоянии позитива вот этот позитив он просто наверное процентов 80-90 вашего состояния будет создавать и это касается не только самого процесса отказа от еды, но и вашего внутреннего состояния также кому надо процессы исцеления, они будут происходить только в том случае, если вы настроены позитивно не то что я мучаюсь, я вот сейчас помучаюсь, а мне за это что-то будет, тут торг, как говорится, не уместен просто то, что в христианстве называется сдача принятия на все воля твоя то есть есть состояние отказа от еды, и ты принимаешь вот эту волю, я ничего не ем ты не борешься, не сопротивляешься этому состоянию, а просто его мягко принимаешь и вот тогда действительно могут случаться чудеса, тогда действительно запускаются процессы, которые ну, наверное, вряд ли кто-то может объяснить, но такие же, как эффект плацебо, например то есть ни с того ни с сего человек вдруг оздоравливается, поэтому то, что говорится, вера может и горы свернуть поэтому когда вы отказываетесь от еды или от воды, то есть идите туда вот с таким интересом, позитивом, истовостью, то есть исследуйте этот процесс, не в качестве мучений, страданий, что я такой аскет, я там буду мучиться, но я там не буду есть, это работает часто в противоположную сторону то есть идите в это интерес, а что будет дальше? вот я когда иду в свои длительные, то есть мне всегда очень интересно, я поэтому, наверное, поскольку интерес еще не пропал, я поэтому еще иду и иду и вот тоже тут кто-то спрашивал или говорил там насчет длительности я помню те времена, когда я еще сухое не осваивал, я осваивал только на воде и для меня оказался 40 дней без еды это какой-то… только Иисус может больше к этому, даже нельзя близко приближаться к такому сроку но когда я прошел за этот срок, то есть я увидел, что ничего там такого экстраординаренного нету причем там потом этот срок еще увеличился, то есть без еды у меня получилось, да, без еды на воде где-то около трех месяцев я абсолютно нормально существовал и двигался, тут и строечка была, то есть абсолютно нормальное явление то же самое, когда я начал осваивать отказы сухие мне было всегда интересно, сколько… врачи говорят 5-7 дней, человек все, должен умереть я когда первый раз попробовал, что-то не умер, думаю интересно, наверное врут а что если подольше будет? и вот этим интересом я как бы продвигался 14 дней, 16, по-моему 16 я начал выкладывать уже вот эти видео и постепенно вот эти деньки добавлялись причем поскольку вот этому способствовал уже и переход на другой вид питания и очищение организма и на водных отказах от еды, и прокшаланами, и другими практиками то не было таких состояний, которые я иногда наблюдаю, которые люди находятся ну такой довольно тяжелой белковой пищи, то есть им бывает… ломают и колбасит очень сильно но по сути это очень похоже на состояние похмелья то есть состояние похмелья что такое? то есть организм пытается вывести яды и токсины, которые накануне принял с вином, с пивом или еще чем-то и на следующий день он пытается вывести, естественно токсины начинают попадать в кровь кровь в мозг, головная боль, слабость, вялость, наверное многие знают это состояние то же самое когда организм очищается от того, что ему не нужно то есть это такое же похоже состояние вот этой интоксикации, такого состояния похмелья надо понимать, что после того как он очистится все это проходит и вот чем важна еще вот это чередование этих практик то есть не то, что раз в год вы это делаете а желательно, чтобы это в вашей жизни присутствовало хотя бы действительно раз в неделю… лучше два, конечно но даже если вы один день посвятите, какой вам более комфортный, например там не обязательно среда-пятница, то есть можете там будет суббота или понедельник то есть для организма это не будет уже стрессом потому что прежде всего отказ от еды для организма это большой стресс но это стресс и на физическом и на психологическом плане также как стресс для вас, как потери любимого человека или того, к чему вы привязаны, к чему вы привыкли то же самое с едой к еде вы привязаны, у вас с ней очень хорошее отношение, с вкусом, вы к ней привыкли и когда вас лишают, у вас появляется вот этот стресс но тем не менее, если вы практикуете это периодически то стресс все время уменьшается, уменьшается, уменьшается то есть он говорит, да ничего страшного уже нет то есть он уже знает, что еду на какое-то время взяли, потом отдадут игрушку взяли любимую, которой вы любите играть кто-то другой поиграет и вам все это возвращается и даже возвращается более того, что вы начинаете более ценить ту пищу, которую вы вкушаете вот как у нас есть еще… проходит темный ретрит, кто в темноте побывал когда выходит, говорит, как классно вообще видеть, какой свет классный то есть ты начинаешь… вот у нас как вкусовые рецепторы замыливаются, так и ощущение, то что мы видим мы привыкаем к этому всему, если вот лишить вас зрения на 5-7-10 дней когда вы откроете глаза, вы будете мир видеть совершенно в другом свете то есть вы настолько начнете видеть те детали, которых вообще не замечали, которые были замылены что мир для вас будет казаться абсолютно новым и также когда вы отказываетесь от еды или от воды, то и вкус воды будет другой у вас и с едой у вас будет совершенно другое отношение и часто уходит как раз вот это закидывание пищи автоматическое ведь может быть кто-то помнит, кто-то знает, что раньше как было, то есть садились за стол за длинный сидел старый дед с длинной ложкой, не дай бог кто-нибудь там начинал болтать, сразу ложкой по лбу вот выражение, когда я ем, я глухонем и посмотрите, как вот вы сейчас питаетесь ну, я не конкретно говорю о большинстве людей, что или в телефоне сидят, или в интернете, или за разговорами, или читают, или о чем-то мечтают а по сути та же еда может стать медитацией когда вы едите, начинайте есть осознанно лучше конечно все в жизни делать осознанно тогда вся жизнь становится медитацией тогда вам не надо там уже в позе лотоса какое-то время сидеть, чтобы медитировать это как бы стартовая позиция ну и такой иногда вкусняшка, бонус, когда вы растворяетесь в этом состоянии а так лучше всего конечно чтобы любое действие, которое вы делаете, чтобы оно обладало аспектом внимания, осознанности, медитативности часто мы жизнь вообще не замечаем не замечаем, что мы постоянно или в прошлом находимся, или в будущем или вспоминаем, или мечтаем разговоры-то посмотрите, у нас тоже о чем-то или мы рассказываем кому-то о том, что было, или о том, что будет и в голове у вас происходит по сути то же самое вы сами с собой разговариваете или о том, что было, вспоминаете ходите по кладбищу прошлого, вытаскиваете эти трупы, смотрите на них или мечтаете, чтобы с этими трупами больше не иметь дела но это что там, что там вы находитесь в пространстве, скажем так, иллюзии вот есть кстати песня такая, может помните есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь то есть когда вы в этом настоящем мгновении, в этом миге между прошлым и будущим вы живы, а все остальное время получается, что вы по сути то мертвы в общем-то что вы из настоящего переходите или в то, что уже давным-давно произошло или в то, что возможно никогда и не будет но ум человека настолько так устроен, что он значимый только в этих двух явлениях в моменте сейчас ум по сути вообще не нужен но он испытывает состояние такого жуткого дискомфорта ну если вот вас, представьте, что вас бы все игнорировали то есть, наверное, вам бы было как-то не очень комфортно когда вы учитесь отстраивать вот это ваше состояние на моменте сейчас вы вдруг начинаете ощущать, что вся информационный поток исчезает и вы начинаете получать то, что происходит именно сейчас а сейчас ведь происходит очень много волшебного даже то, что вы дышите, вы наверно сейчас не замечаете, что вы дышите вы даже об этом не думаете но вы не думаете о самом ценном, что у вас в жизни есть там вы можете не думать о еде, о воде но вот когда вы забываете, что вы дышите это вообще, по-моему, кощунство попробуйте себя лишить на пару минут вот этого дыхания и вы все отдадите за глоток воздуха то есть, по сути, самое ценное получается мы настолько к этому привыкаем, что перестаем это замечать то же самое с водой автоматически пьем то же самое с едой автоматически едим то же самое с отношениями когда мы с людьми общаясь, то есть тоже переходит в автоматизм то есть, да, сначала конфетно-букетный период все хорошо, все замечательно потом тоже замыливается и уже как бы сопутствующее такое как еда, как вода, как дыхание вы перестаете даже замечать того человека, с которым в общем-то находитесь место поэтому старайтесь в процессе хотя бы… здесь можете сделать такой стартовый прыжок что ли в это состояние медитативности, осознанности, внимания может быть, я думаю, кому-то это понравится и ваша жизнь поменяется опять, все ваши загоны, все ваши страдания, все ваши трагедии – это только у вас в голове на самом деле это та же иллюзия никаких страданий вообще не существует боль, да, может существовать и то физическая то есть та душевная боль, которую вы тоже называете страданием это тоже… все это убирается очень легко и просто так что я предлагаю на этом семинаре как-то стараться осознавать все что делается, все что происходит даже когда вы какие-то движения делаете руками, например двигаете ладошками, киваете головой, стараетесь даже это замечать где-то что-то чешете, где-то прикасаетесь касаетесь… вот вы ходите на другую сторону, чувствуете как вы прикасаетесь к ручке двери когда вы идете чувствуете как стопы прикасаются к полу выходите на улицу, чувствуете прохладу воздуха то есть будьте в настоящем моменте, в нем все самое удивительное происходит он все подглядывает в окошке тоже пришла послушать то есть будьте внимательны ко всему что происходит, к любым мелочам а потом переведите вот это внимание на ваш внутренний процесс, что у вас в голове происходит потому что там тоже происходит по сути постоянная болтовня, которая уже… болтаете об одном и том же, об одном и том же там мало что нового появляется новое появляется только когда у вас какой-то новый опыт этот новый опыт прошел, опять начинается болтовня уже об этом новом опыте и тоже он как бы так растекается, растворяется поэтому старайтесь, чтобы в каждое ваше мгновение как новая вспышка жизни что ли была я конечно не могу за вас все это делать, это ваша история но тем не менее я так буду немножко вас поднаправлять чтобы замечали какие-то вещи и как раз в аспекте этого, что у нас почему голодание в медитации что вот эти два явления, отказ от еды и медитация они, ну как можно сказать, два крыла у птицы когда оба этих явления присутствуют то движение к вашему внутреннему состоянию, к вашему покою, равновешенности, медитативности происходит очень хорошо и быстро потому что когда вы отказываетесь от еды в позитивном состоянии еще раз подчеркиваю, не в негативном, что я мучаюсь и страдаю, а в позитивном состоянии хотите вы или нет, ваши и физические вибрации меняются и ментальные вот почему многие святые отказывались от еды, там пифагор там ученики брал только те, кто 40 дней проходил пост, полный отказ от пищи многие мыслители тоже погружались в отказ от еды даже переход на живую еду, то есть на такое малоедение уже у вас будут скрывать те состояния, которые в обычной жизни, скажем так, глушатся этой едой потому что еда у нас тоже имеет свою вибрационную составляющую и когда вы от еды отказываетесь, естественно, когда у вас пройдет уже процесс очищения то ваши вибрации начинают очень сильно повышаться и кстати в свое время, я не знаю, сейчас по-моему уже этого не делают но раньше шизофрении лечили очень успешно голоданием у человека вскрывались вот эти все загоны, появлялась такая ясность мышления и все вот эти его недомогания очень часто проходили это то, что касается когда вы отказываетесь от еды, но не медитируете то есть хотите вы или нет, то ваше состояние так возвышается и то же самое происходит в медитации но если вы в медитации добиваетесь вот этого состояния тоже осознанности, повышения вибраций то оно может гаситься, нивелироваться той едой, которую вы употребляете и кто занимается медитациями, наверное, знает, что если съесть булку или что-нибудь такое тяжелое то обычно не медитация, а сон такой получается вы сидите и вас начинают рубить ну так же как после обильной еды, кто там поел хорошо то есть тоже надо представляете даже как этот организм реагирует на то, что он съел то есть насколько он устает ведь ему надо это все там прожевать, переварить, пропустить то есть это такая реально усталость и почему, что я хочу сказать, что на отказе от еды очень часто очень много энергии появляется движуха такая полнейшая у меня очень часто, когда я не ем, я всегда что-то такое делаю плюс еще, что не надо времени там тратить на еду, на… а у некоторых слабость? слабость это процесс еще очищения только идет потом это проходит и такой бодрячок, что… так что когда эти два явления, медитация и отказ от еды, совмещаются то иногда мир открывается вам совершенно с другой позиции то есть одно как бы усиливает другое, работает как катализатор но еще раз хочу добавить, что все это должно быть в позитивном состоянии не должно быть негатива, даже если вам плохо может помните, был такой фильм, Айболит 66 там доктор с обезьянкой шли по пустыне и пели песенку это очень хорошо, что пока нам плохо рано или поздно это плохо, оно заканчивается, наступает хорошо даже по эффекту маятника, то есть не может быть все время плохо даже когда вы к этому плохому начинаете привыкать, например то есть это плохое уже перестает быть таким аспектом плохого а потом вы начинаете видеть, что… вот даже тоже купание нормальный человек в ледяную воду не полезет, там плохо, там холодно но что происходит, когда вы оттуда вылезаете? это вообще фантастика просто то есть настолько вы наполняетесь эндорфинами, адреналин выделяется я уж не говорю о кровообращении… вот видели же, после проруби вылезаешь весь красный а чтобы массажем добиться вот такого ощущения, чтобы ваша кожа стала красной, это надо довольно-таки сильно проминать вот это а тут просто вы погружаетесь в ледяную воду, организм кричит тревога, начинает кровь циркулировать от периферии, уходит в центр потому что без периферии мы можем прожить там без рук, без ног, а без внутренних органов не получится и весь кровоток идет на внутренние органы а потом, когда вы из воды вылезаете, он говорит все, отбой, и резко начинает идти все в конечности и вот за счет вот этого такой раскачки очень хорошо сосуды прокачиваются, очищаются сосуды, кровоснабжение улучшается поэтому я думаю, у кого будет желание, захочет, можете окунаться просто окунанием можно будет отдельно так еще на эту тему поговорить, как это сделать так, чтобы там побыть в состоянии покоя, потому что если вы в проруби, тут уже можно сказать почти прорубь по воде если вы в ледяной воде можете находиться в состоянии покоя, то все остальное для вас будет вообще семечки то есть вы настолько будете видеть, ум будет стрессовать, подпрыгивать, пытаться вас оттуда вытащить, но вы отделяетесь от него и просто наблюдаете вот этот скачущий ум вы наблюдаете тело, которое фиксирует температуру, вы наблюдаете ум, который рефлексирует по этому поводу а сами находитесь в состоянии такого абсолютного расслабления в ледяной воде сидите, начинаете просто кайфовать в ней можно также медитировать но тоже, конечно, все надо делать без фанатизма начинать с таких небольших сроков, постепенно все это состояние улучшится потому что даже просто сначала окунуться уже будет замечательно и у нас два таких интересных момента вот у нас есть качели медитативные, наверное, не все еще там видели и качались и вот ледяная вода и очень часто человек, когда что-то испытывает, какие-то сильные эмоции, он начинает кричать, визжать но тем самым, что интересно, что он как бы растрачивает ту энергию, которая происходит, синтезируется в процессе вот этого необычного стресса, так назовем он ее, скажем, не может всю переварить и часть ее просто выливает через визги, через крики девчонки часто ездят, кричат, паука увидели, там стресс, ааа у них вроде, тело запустилось на борьбу с этим пауком жутким или мышкой но столько энергии тело и сознание не в состоянии воспринять, и все это выходит в визг и вот это же самое состояние, если вы чувствуете, что из вас вот визг выходит, но вы его как бы опять проглатываете то есть вы этой же энергии можете опять как по круговороту запустить вы же ей начинаете опять подпитываться так что это вот жизненных позиций тоже очень многих касается когда вы пытаетесь в жизни проявиться как-то очень сильно энергетически ну что позитивно, так и негативно это все можно не выплескивать наружу, а трансформировать в энергию такого внутреннего расширения что ли и даже негативная энергия тоже может быть трансформирована в позитивную потому что даже когда вы, например, в гневе, в истерике почему вы это делаете? потому что потом вам будет кайфово то есть вы негатив весь выплеснули и пошла вот эта кайфушка и даже вот это понимание, что когда вы попадаете в это состояние стресса, обиды, гнева то есть вы уже можете заранее сказать а, так я же хочу покайфовать просто по сути я не хочу ни с кем ругаться, мне просто не хватает кайфа, куража какого-то и уже даже на этом вы в своей жизни можете сделать многие вещи более мягкими, скажем так